всем кто сейчас смотрит меня мой самый горячий самый искренний шалом мир вам друзья надеюсь ваши кружки уже налит наш любимый цикорий у меня сегодня со сливками ну что стартуем поднимаем кружки и делаем глоток замечательно вот теперь пришло время чтобы поделиться с вами своими мыслями вслух сегодня я хочу немного поразмышлять вместе с вами о смене божьих сезонов жизни верующего человека если ты следуешь за живым богом весь процесс этого следования за ним в твоей жизни с богом уже определен и указан библией от славы к славе и от веры к вере если после встречи со спасителем твоей новой жизни ты не переживаешь перемен значит что-то пошло не так и тогда тебе следует спросить у бога а в чем собственно проблема вполне возможно что ты все-таки пережил смену сезонов но не заметил этого потому что бог может действительно перевести тебя из одного сезона в другой совершенно незаметно и плавно так как это например происходит нашей обычной жизни еще совсем недавно мы были младенцами а вот уже звучит вальс мендельсона и мы уже стоим на пороге создания новой семьи размышляя об этой невидимой смене божьих времен в жизни верующего человека я часто вспоминаю слова из 71 псалма он сойдет как дождь на скошенный лук как капли орошающие землю мы были мертвы без бога но вот однажды быть может в отчаянии быть может надежды и зарождающиеся вере мы призвали в свою жизнь иисуса и он явился подобно огненному вихрю каждому из нас нашу безнадежную жизнь навсегда вырвав нас из плена греха и смерти и поставив нас правильное положение перед небесным отцом творцом неба и земли и тогда тот открыл над нами небо и начал день за днем день за днем непрерывно и нежно орошать нас своими благословениями преображая нас свой образ день от дня от веры к вере и от славы к славе еще недавно без бога мы были мертвы и жесткие как иссохшая стерня скошенного луга но вот уже под этой стерней зазеленела молодая поросль готовая вскоре стать новым лугом и принести новый плод для новой жатвы но не всегда жизнь верующего человека так тихая безмятежно наступает момент когда бог призывает его на служение ему и людям и вот тогда он может вновь серьезно потрясти его почти так же как это было при его спасение в этот момент он будто берет и резко переворачивает страницу истории твоей начинающейся новой жизни я думаю многие служители пережили из библии мы знаем через какие серьезные испытания пришлось проходить к божьему призванию пророком библии или тому же апостолу павлу что-то подобное однажды произошло и в моей жизни как вы помните из предыдущих передач мы всей семьей а также всем сердцем и всей душой служили людям и богу в открытой нами церкви пробуждения города хабаровска и были безмерно счастливы вершиной нашего служения в церкви стал марш иисуса который нам удалось организовать и провести вместе с другими церквями города в мае 1997 года к нашему удивлению десятки евангельских церквей хабаровска совершенно не общавшись до этого друг с другом согласились выйти на марш иисуса тогда на него собралось более тысячи человек удивительно но для участников марша городские власти предоставили одну из главных улиц города проспект ленина а место проведения собрания площадь славы у вечного огня памяти воинов погибших в прошедшей войне в тот день мы шли по городу и без какого-либо страха свободно провозглашали божий истины мы славили бога и проповедовали его слова прямо в сердце этого большого дальневосточного города всем находящимся на площади было трудно стоять на ногах от ощущения покрывающего всех божьего присутствия площадь славы была в тот день наполнена славой божьей так вот в пик нашего церковного служения в хабаровске там на площади славы к нам подошли два человека мужчина и женщина и обратились нам на английском говорил мужчина меня зовут трульс трульсен а это моя жена биргитта мы из швеции мы возглавляем международный христианский фонд который помогает евреям дальнего востока россии выехать в израиль нас попросили организовать такой же офис сибири мы хотели бы туда вылететь но нам нужны люди которые заменили бы нас здесь хабаровске может быть кто-то из вашей церкви сможет помочь нам в ответ мы с элей лишь рассмеялись что мы вам точно не поможем мы миссионеры у нас только что началась церковь вам наверное следует обратиться в другие церкви они грустно повесили голову потом трульс надежды попросил может быть в течение двух ближайших недель вы поспрашиваете бога о нашей просьбе если он и за эти две недели ничего вам не скажет тогда мы будем знать что нам следует продолжить наши поиски других общинах мы пожали плечами хорошо мы помолимся шведы оставили нам свой телефон и мы расстались за две недели бог ничего не сказал нам в наших молитвах мы вместе с некоторыми служителями церкви приехали в офис фонда и рассказали об этом трульсу и бирге они очень расстроились мы еще какое-то время пообщались и уже начали прощаться зазвучала известная всем молитва господь благослови их путь и в этот момент я вдруг услышал внутри себя громкий и грозный голос бога если ты сейчас во время этой молитвы не скажешь да то уже никогда не получишь что великое что я приготовил для тебя я стою и с открытыми глазами неожиданно вижу себя находящегося и плывущего посреди широкой полноводной реки бог будто поднимает меня над рекой так что я вижу как она у горизонта впадает в необъятный океан я хочу поместить тебя туда но услышал я голос бога невиданный страх завладел моим сердцем передо мной тут же замелькали лица моих церковных братьев и сестер которым благовествовала наша миссионерская команда я что из сил сжал губы нет я ни за что не скажу да в это время господь произнес до до конца молитвы осталось три секунды и я до сих пор не понимаю как тогда открылся мой рот мы закончили библейскую школу слова жизни сказал я дрожащим голосом и и мы знаем что в последние времена в которой мы сегодня живем для церкви одинаково важно не только нести евангелие до краев земли но и благословлять еврейский народ помогая в его возвращении в обетованную ему богом землю израиля поэтому я и моя жена эля готова участвовать в работе вашего фонда в хабаровске эля с изумлением смотрит на меня я сам не верю тому что я только что сказал наши друзья с которыми мы пришли тут же выскочили из офиса посчитав нас за предателей вот так резко господь перелеснул тогда страницу нашего служения его церкви открыв новую страницу служение его первенцу израилю он будто на самом деле забрал нас из своей реки и зашвырнул куда-то неведомо далеко свой океан в котором уже не было берегов а были лишь безграничная водная гладь и безграничное небо над головой в этом плавании мы с элей находимся уже 25 лет наверное только сейчас мы приблизились к пониманию божьей истории в дарованном нам всевышнем божьем слове об этом я и буду делиться с вами в моих последующих мыслях слух ну а сейчас пришло пришло время попрощаться с вами до следующей встречи через неделю друзья ну а тех кто вместе со мной переживает невероятные события в жизни героев моего киноромана ты мой я приглашаю на просмотр его очередной главы не пожалеете да чуть не забыл еще раз всем пейте цикорий пока читает автор от кого урлики новак финляндия ювески ли кому я на новых россия дальний восток хабаровск 12 мая 1998 года дорогой я следуя твоему примеру я также решила поприветствовать тебя по-биробиджански шалом спасибо за твои письма мой дорогой муж особенно хочу поблагодарить тебя за история простых еврейских семьях переживающих невероятные трудности на пути в израиль каждый раз считая их я восторгаюсь господом дающим этим драгоценным людям надежду и выход из тех ужасных обстоятельств жизни которых они оказались признаюсь нас немного горчило то что ты не обнаружил каких-либо следов пребывания мера матиша его потомков в биробиджане информация о том что в конце двадцатых годов мейер его семья выехали в биробиджан абсолютно достоверно мы не можем не сомневаться трудно поверить что в краеведческом музее не осталось какого-либо упоминания о нем ведь он был одним из руководителей первого земельного комитета я переслала твое последнее письмо моей двоюродной бабушке гертруде у нее появились интересные предположения по поводу еврея оленеводы из чукотки и и письмо ты обнаружишь приложение к моему письму жду и скучаю твоя жена ульрика приложение от гертруда хейнс австралии зальцбург кому я много у россия дальний восток хабаровск дорогой я спасибо за твою помощь в поисках потомков мера матиша биробиджане мир единственный из большого и древнего рода матишей оставшийся в живых после холокоста мне кажется что есть причина по которой мир оказался в забыть и и со временем она эта причина откроется просто нам не нужно терять надежды меня очень заинтересовала история об евреи из иребиджана 25 лет проработавшим чукотском стойбище оленеводом когда я прочитала о нем в твоем письме господь проговорил мне чтобы я профинансировала эту поездку сколько бы она не стоила ты можешь сказать об этом твоему начальнику которого как я поняла зовут борис но я оплачу эту поездку при одном условии если с борисом на чукотку поедешь ты надеюсь для него это не составит большого труда верю что на всем происходящим стоит сам бог нам нужно лишь оставаться послушным ему буду с нетерпением ожидать твоего отчета о повестке на чукотку и прими мои благословения гертруда хейнс урожденная шеллинг глава 27 бой гаральд уже завершал спуск по канату в объятую огнем долину когда неожиданно вдалеке за клубами дыма разглядел вражеский конный отряд спешащий на помощь воинам оставшимся в лагере отсеченным от армии пожара подобный ход событий мог нарушить намеченные планы тогда гаральд и его друзья оказались на земле они бросились на перерез отряду чтобы не пропустить его в лагерь огибая где-то и бесстрашно пересекая очаги огня сигнал атаки был услышан и на противоположном берегу реки все тихо сказал старый граф дереку теперь или никогда исход боя будет решен в течение ближайших 10-15 минут мы обязаны помочь глену чего бы это нам не стоило ты тоже заметил что противник начинает привыкать к нашим вылазкам к реке иногда мне кажется что скоро ему это может наскучить нам нужно сделать нечто особенное то что привлекло бы все его внимание к нам а фрэнку его товарищам дало бы возможность скрытно пробраться к охране знамени чуть подумав граф окинул взглядом свое немногочисленное окружение и неожиданно скомандовал всем приготовиться к переносу плота у большинства этот приказ вызвал недоумение гать выстелено лишь на половину по уложенным бревна нам удастся протащить плот лишь на это расстояние извините господин но что вы прикажете нам делать дальше когда гать закончится граф ответил тихим и спокойным голосом когда закончится гать мы положим наши щиты на плот постараемся оторвать его от земли чтобы сделать несколько шагов к реке кто-то тут же прокричал но это верное самоубийство нас просто забросают камнями и стрелами да так она и будет будет больно и может быть действительно прольется чья-то кровь согласился граф но сейчас это единственная возможность заставить всех оставшихся в лагере сосредоточить свое внимание на нас и на какое-то время забыть о знамени ради этого мы сделаем эти несколько шагов с плотом в руках после короткого молчания кто-то спросил что будет дальше дальше все также спокойно продолжил до шале дальше мы опустим плот на землю возьмем с него наши щиты и укрывшись ими будем стоять на месте стоять под камнепадом и сотнями летящих на тебя стрел не выдержал кто-то и до каких извините пор до тех самых пор пока не раздастся сигнал о победе господа вере он прозвучит с нашей стороны подвел итог сказанному граф надеюсь теперь вам приказ понятен понятен а если так приготовиться к переносу плота фридрих был вне себя его многочисленная армия не смогла справиться с горской противника мало этого у глена появился реальный шанс вырваться из окружения неожиданный отчаянный прорыв его отряда привел в замешательство конницу неприятеля ее ряды были расстроены открывая глену и его друзьям широкий коридор для отхода фридрих понимал если сейчас он позволит отряду глена сделать это победа которая казалось уже была у него в руках может ускользнуть навсегда он совершенно не был уверен в том что воины оставшиеся в лагере и спешащий на помощь им отряд курта смогут сохранить знамя безопасности для она развернул отряд сторону образовавшегося в рядах неприятеля коридора уйдет отчаянно прокрещал кто-то из командиров ведь уйдет же фридрих знал как остановить глян а поединок отчаянно прокрещал он след удалявшемуся отряду послушай меня глен дешелье я вызываю тебя на поединок глен резко остановил рабсана и медленно развернул его в сторону предводителя не верьте ему умоляюще проговорил следовавший за командором сигнальщик прошу вас не останавливайтесь через минуту у нас уже не будет возможности вырваться на свободу глен окинул взглядом оставшихся в седлах воинов своего отряда и улыбнувшись ответил сигнальщику ты прав дружище если мы задержимся то можем действительно потерять последний шанс на спасение и на победу в этом бою но соперник вызов у меня на поединок понимаешь на поединок скажи мне только честно если я сейчас откажусь от брошенного мне вызова останусь ли я завтра в твоих глазах рыцарем молчишь я должен принять этот вызов чтобы не позволить ни одному из тех кто сегодня сражается против нас завтра после этого боя назвать меня трусом глен еще раз посмотрел на своих друзей и прокричал фридриху я принимаю вызов прикажи своим воинам убрать мечи мы прекращаем бой только ты и я пусть поединок определит победителя хорошо я согласен ответил предводитель скомандовав убрать мечи разойтись освободить место для поединка через несколько минут на площадку образовавшуюся между раступившимися воинами медленно сближаясь друг другу выехали фридрих и глен предводитель окинул соперника холодным презрительным взглядом не жди от меня пощады богомолец предлагая бой копьями до падения на землю упавший выбывает из боя согласен спокойно ответил глен отчетливо понимая что блестящие на солнце доспехи фридриха дают ему значительное преимущество в этом поединке соперники разъехались в разные стороны проезжая мимо своих командиров фридрих тихо проговорил я приготовил сюрприз для этого выскочки у него нет шансов выбить меня из седла но если по какой-то случайности это вдруг произойдет приказываю не ждать и секунды немедленно напасть на него и захватить знамя помните неважно кто одержит верх в этом поединке победитель в бою тот в чьих руках окажется знамя неприятеля частые пронзительные выигрыки раздающиеся со стороны реки постепенно переросли в единый тревожный несмолкаемый гол все говорил о том что там начались активные боевые действия среди фуражеров и поваров оставшихся в лагере на короткое время возникла паника конце концов все они вооружившись чем могли поспешили к реке на помощь к обороняющимся только охрана знамени оставалась на месте группа из пяти рослых и крепких юношей одиноко и обреченно возвышалась на пригорке воины растерянно смотрели на происходящее один из них не удержался и спросил у одного из пробегавших мимо эй друг скажи что приключилось вы разве не знаете удивился тот да там такое настоящий штурм они все-таки решились на переправу и подтаскивают к реке плот но вам ребята не стоит опасаться прорыва со стороны реки охраняйте знамя мы их сюда не пропустим через минуту лагерь опустел у реки похоже действительно шел бой оттуда то и дело раздавались то радостные то отчаянные возгласы здесь же в самом сердце лагеря становилась все тише ветер от реки отгонял начинающий затихать пожар трепал пологи опустевших палаток шуршал травой под ногами одиноко стоящих на пригорке и ощущавших себя всеми оставленными охранников знамени старший из них окинул строгим взглядом притихших подчиненных сжал древко знамени в руке и хриплым от волнения голосом приказал всем ожидать атаки со и реки оружие на изготовку попытка отряда курта прорваться в лагерь сквозь огонь на полном скаку не удалось ветер дул от реки направляя пожар прямо им навстречу отчего на нескольких воинах загорелась одежда они тут же попадали с коней с воплем катались по земле пытаясь потушить на себе огонь лошади испуганно хрипели они задыхались от дыма и отказывались подчиняться вонзающимся в их бока шпором всадников искать разрыв в огне всем искать кун был в отчаянии неожиданно кто-то прокричал есть есть разрыв за мной устремился на голос курт крошечный разрыв в огненной стене отделявший отряд от лагеря действительно был найден здесь разлитая горючая жидкость будто исчезала под землей в старом русле пересохшего ручья и появлялась в нем снова метра через полтора курту показалось это весьма странным но времени на раздумья не было вперед приказала двум находящимся ближе к коридору всадникам те тут же устремились в огненный разрыв но неожиданно на их пути из-за черных клубов дыма будто из самой преисподней появилось четверо лучников это были гаральд и его товарищи выпущенные в упор стрелы остановили лошадей обезумевшие страх они начали пятаться и топтаться на месте через мгновение земля словно раступилась под ними ноги лошадей провалились предательски спрятавшиеся под землей огненную яму огонь шумом вырвался наружу от охвативший боли кони отчаянно заржали и что было сил рванули назад пытаясь вырваться из жуткой западни лишь чудом ни один из садников не выпало седла разрыв в огненной стене исчез пожар усиливался дым и огонь вырвавшиеся из-под земли теснили отряд заставляя его все больше удаляться от лагеря в конце концов курт обреченно скомандовал отходим всем назад мы возвращаемся глен и фридрих заняли позиции в искрящихся на солнце доспехах шлеме с черными страусовыми перьями фридрих гордо восседал на высоком статном коне он был совершенно уверен в том что его противник облаченные в легкие кавалерийские одежды не имеет ни единого шанса устоять под ударом его комья глен склонился обнял рабсана за шею и прошептал ему прямо в ухо ну сын грома пришел твой час не не выдержать его удар так что это твой бой ты знаешь что нужно делать столько раз мы повторяли это с тобой на тренировках с деликом единственная проблема твоя грудь не защищена мне пришлось убрать с нее защиту чтобы ты был сегодня быстрым тебе будет больно надеюсь копье не нанесет тебе большой раны ведь оно учебное просто кусок дерева но нам же не привыкать боли и так ли дружище ты победитель рабсан ты был таким рожден и потому ты должен победить фридрих не спеша опустил забрала прижал к локтю тяжелое копье направил его параллельно земле и пришпорив коня устремился на поле боя глен едва успел скомандовать вперед и тут же почувствовал что земля под ним на какой-то миг будто исчезла разгоряченный жаждущий схватки рабсан что было сил рванул навстречу неприятелю в неудержимом аллюре группа фрэнка притаилась невысоком кустарники недалеко от охраны знамени они не видят нас прошептал фрэнк окружившим его друзьям нужно пересечь поляну максимально тихо и быстро чем неожиданнее окажется для них нападение тем больше шансов у нас будет завладеть знаменем тимба питер арье вы должны вывести из строя тех четверых что окружают командир охраны остальные вместе со мной займутся самим командиром надеюсь робби ты не забыл о том что должен сделать тот улыбнулся в ответ дело не хитрое как забыть но если так фрэнк окинул отряд взглядом минута на сборы атака по команде узкая прорезь шлеме ограничивала обзор но фридрих отчетливо видел соперника стремительно приближающегося к нему на горячем статном коне от нахлынувшего волнения у предводителя перехватило дыхание правая рука вспотела и с трудом удерживала тяжелое нацеленное нагле на копье нарушение всех правил о шутейных сражениях его наконечник был боевым металлическим и остро заточенным сверху он был покрыт слоем краски под цвет древка предводитель тайна надел его на копье перед самым началом поединка надеюсь это тебя приятно удивит золовеще прошептал он устремляясь на встречу глену и и и и и и и и